Постоянно среди моих слушателей возникает такой интересный вопрос, который называется физики или лирики? Духовная или физическая? Так вот я хочу вам сразу сказать, что только взаимодействие духовного и физического позволяет нам что-то сделать с организмом. Я никогда не думала, что в духовной практике... А пациент недавно написал, он посмотрел отзывы моих студентов, которые у меня учились на лимфатическом массаже. Они начали рассказывать про то, что они прошли рейки до этого, о том, что они прошли духовные практики, и в итоге все-таки пришли на лимфатический массаж. Все духовные практики все равно собираются на нашем бренном теле, потому что эти духовные практики должны хоть в чем-то существовать. Они должны быть осмыслены нашим телом, и тело должно быть здоровым. Поэтому, отвечая молодому человеку, во-первых, мы никогда ничего не вырезаем, чисто за неимением времени, потому что у нас нет специальных людей, которые будут что-то просматривать и вырезать. Снимаем мы сами. У нас идет процесс консультации, я провожу с пациентами. Пациенты идут на массажи, на пропитки в нашем центре. Поэтому мы в рабочем порядке вам даем те ролики, которые непосредственно и составляют суть нашей работы, суть нашей практики. Так вот, духовные практики у нас должны быть однозначно в здоровом теле. И если вдруг начинает человек увлекаться только духовными практиками, то не хватает здорового тела, которое бы могло обеспечить полноценное выполнение этих практик. Значит, если у нас нарушен мозговой кровоток, мы с вами говорим, какие духовные практики при нарушении мозгового кровотока. Если головная боль все время, если мы начинаем наоборот заниматься телом, только телом, ну это спортсмены. А духовная составляющая, опять, это духовная составляющая вибрации здоровой клетки поддерживают наши духовные практики. Нельзя отменять ни духовные практики, ни физические практики. Важно их во взаимодействии применять. Для этого мы с вами обязаны, исходя из того, что я имею, всем тем ребятам, которые с духовными практиками ко мне приходят, а я откуда это знаю, что они занимались духовными практиками непосредственно, когда собирают анамнез пациента, или же они сами в анкете мне указывают, какие практики они в своей жизни применяли. Так вот, применения только духовных практик не хватило, чтобы тело не разрушилось. Поэтому я предлагаю, вот, товарищи с духовными практиками, вам ежедневные обязательные мероприятия, вы их выполняете, выполняете свои духовные практики, все практики работают, если они осуществляются осознанно и не на 10%, как я говорю. Когда ко мне приходят йоги, физическое тело, и выясняется, что они выполняют эти процедуры уже два года назад, как закончили эти практики все, что они и выполняли-то их на 10%, это по моим стихам, все бы как и как-нибудь, хоть раз бы это повернуть и сначала все начать, но неохота так менять, и вот опять все бы как. Тогда достойны мы клоак, где и живем, собственно. Поэтому выполнение полноценно и духовных, и физических практик, когда мы с вами находимся в этой удивительной гармонии, это отсутствие болезней. Гармония – это всегда здоровье. Если у нас появилась болезнь, это нарушение этой гармонии. Увлекаясь духовными практиками, мы забыли о том, что у нас нарушено кровообращение в ногах, вот они немощные и приходят ко мне с духовными практиками. Поэтому приходится подключить диафрагмальное дыхание, работу с животом, и тогда у нас начинается кровообращение в ногах. Я вам сейчас показываю картинку стандартную современному человека. Это когда холодные ноги, холодные руки, голова не кровоснабжается, тело разрушается. Вот у нашей дамы в результате отсутствия движения в области ключи, уже сейчас пошло нарушение кровоснабжения, это с тепловизора снимок, пошло нарушение кровоснабжения в области щитовидной железы. Это уже нарушение скорости мозгового кровотока. Мужчины у нас всегда поспокойнее относятся к этому миру, более лояльно. У них мозговой кровоток, посмотрите, вот здесь, он не нарушен в такой степени, как у нашей дамы. Нарушение скорости мозгового кровотока. И вот если сказать, что какая духовная практика будет более успешна у этих ребят, конечно, мужчина здесь сможет более понять, более вникнуть в духовные практики, потому что у него элементарно нормальный мозговой кровоток. По сравнению с дамой, которая имеет закисленный, застойный мозг, который находится в состоянии беспокойном, и поэтому не рождает как рефлексы по телу, так и какие духовные практики. Обычно это наш стандартный менталитет российский, все выполнять, ну максимум на 60% это слава богу. Поэтому также мы относимся к своему здоровью. Пока жареный петух не клюнет, человек с духовными практиками не приступает к физическому телу. Он вроде и мир воспринимает правильно, и все что угодно готов воспринять духовное, но только не шевелить телом. Вот такие вот я тут признания слышу. И наоборот, приходит ко мне больной спортсмен, и я начинаю ему объяснять, что он по крайней мере с этим миром должен войти в баланс, вибрации его клетки должны стать равны физиологическим нормальным показателям. Поэтому никогда не решится этот вопрос физиков и лириков. Он всегда будет, всегда будет у нас духовное и физическое. А я советую вам поймать этот баланс духовного и физического, чтобы оставаться здоровым. Как раз в резюме наше здоровье, продолжительность нашей жизни, и покажет, насколько мы смогли поймать вот это вот удивительное равновесие между духовным и физическим. Удачи вам!